Гай 7 лет отработал в России, поэтому он прекрасно говорит по-русски. Последнее время работает в Германии и мы с Николаем очень надеемся, что вы проясните нам ситуацию с теми самыми антироссийскими санкциями, которые вступили в силу на этой неделе. Скажите, в чем они заключаются и в чем отличие от того, что уже было? Ну, они очень сильно ужесточают и расширяют эффект тех санкций, которые уже были приняты раньше. Значит, они запрещают предоставление товаров и услуг для постройки и ремонта энергетических трубопроводов. И это может очень сильно ударить по крупным международным проектам, в том числе Северный поток-2. То есть я так понимаю, что эти санкции направлены не только против российских компаний, но и против компаний и лиц, вероятно, которые сотрудничают с Россией в определенных сферах. Это есть вот такое подозрение в Европе, что это не только удар по России, но по тем европейским компаниям, которые хотят работать с Россией, с российскими предприятиями. А какие риски? Как это будет выглядеть на практике? Ну, это значит, что это может, если эти компании будут настаивать на сотрудничество с российскими компаниями, у них могут возникнуть очень большие неприятности в США, значит, их инвестиции в Америке. Они могут быть наказаны в Америке за то, что они якобы нарушили эти санкции в Европе. Так что это очень чувствительный такой удар по европейским компаниям, именно в энергетической сфере. Немецкий министр экономики Бригитта Цыприс говорит, что эти санкции американские нарушают международное право, а министр иностранных дел Зигмар Габриэл, он пошел еще дальше, и он говорит, что эти санкции вообще приняты в интересах американского бизнеса для того, чтобы вытеснить Россию как поставщика газа из Европы. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, есть очень много интересных моментов там. Дело в том, что они оба из социал-демократов, например, из СПД, и эта партия традиционно пророссийская во многих вопросах, экономических вопросах. Значит, Герхард Шрёдер, он все-таки глава наблюдательного совета Северного потока, и есть подозрение среди членов CDU, Крис Демократов, что, значит, это его влияние, это как бы влияние Шрёдера на политику энергетическую и международную политику СПД, что для меня очень интересно, потому что интересы CDU и СПД очень сильно расходятся по этому вопросу. Есть большие, очень влиятельные люди в CDU, которые как бы считают, что Северный поток не соответствует энергетическим и экономическим интересам Евросоюза. Но в СПД все-таки считают, что это очень важный проект. Габриэл сказал, что, значит, американские власти хотят этими санкциями усложнять экспорт российского газа в Европу и способствовать экспорту сланцевого газа в Европу американскими компаниями, что на самом деле это как бы очень важная стратегическая цель, значит, американской энергетической политики, потому что у них огромные ресурсы сланцевого газа, которые они хотят экспортировать на разные рынки, в том числе и в Европу. Я так понимаю, что до сих пор главной проблемой была скорее зависимость Европы от российского газа, высокая доля российского газа на энергетическом рынке Европы, и, соответственно, проблемы, которые возникали из-за непредсказуемости России. А поставки сланцевого газа из Соединенных Штатов как раз должны, возможность таких поставок как раз должна уменьшить зависимость и, в принципе, должна восприниматься как нечто положительное. Это и воспринимается как нечто очень положительное, особенно в Восточной Европе. Значит, Трамп был в Польше три недели назад и сказал, что он заинтересован в экспорте сланцевого газа в Польше. И были аплодисменты, значит, поляки очень положительно на это среагировали. Значит, они очень хотят какую-то альтернативу российскому газу. Это совершенно точно. Но все согласны с тем, что это не будет дешевый вариант. Это будет, скорее всего, намного дороже российского газа, потому что российский газ просто, это самый дешевый вариант, на самом деле, особенно трубопроводный. Куда уж дороже российский газ, который поставляется в страны Балтии или в Польше, говоря уже про Украину, стоит намного дороже, чем тот же самый газ, который поставляется в Германии. Это совершенно точно. И, значит, именно поэтому постоянно возникает вот это подозрение, что Россия как бы использует свой газ как политическое оружие в своих отношениях с европейскими партнерами. Именно потому, что цена как бы отличается так сильно с одной стороны на другую. Так получается, что Германия своим сотрудничеством в газовой сфере с Россией скорее подрывает или ослабляет европейскую безопасность, а американские санкции тогда выходят ее наоборот усиливают? Есть такое ощущение, действительно, в Восточной Европе. Именно поэтому Польша и Латвия и Литва и другие страны Восточной Европы против строительства северного потока. Потому что они считают, что это как бы, это только увеличит, повысит зависимость Европы от российского газа. Но есть одно но, значит, есть большой интерес в этом сжиженном природном газе, который будет поставляться Америкой. Но это будет очень дорого. Сам газ дорогой, это во-первых. А во-вторых, придется построить терминали по приему этого СПГ, сжиженного природного газа. И это очень крупные, большие проекты, которые потребуют огромного капитала, огромных инвестиций. То есть это, опять же, хорошо для стран Восточной Европы. Насколько я понимаю, такой терминал есть в Клайпиде, еще строительство ведется в Гданьске. Да, значит, строят и есть конкретные планы по строительству таких терминалов. Но нельзя обольщаться, что это будет дешево. Хорошо, если мы все-таки из большой экономики спустимся немножко на землю, можно ли сказать, что эти американские санкции каким-то образом отразятся на том, что называется обычными людьми? Теперь хватил мой вопрос. Я хочу спросить об этом, собственно, с самого первого минуты разговора. Ну, эти санкции обязательно ударят по Газпрому. И Газпром это как бы самая важная российская компания. Здесь очень важный момент. Значит, если будет поставляться американский сжиженный природный газ в Европу, значит, это может вовлечь Газпром в ценовую войну, чтобы защищать свою долю на рынке, на европейском рынке, который как бы оплот, всегда считался оплотом Газпрома, европейский рынок. Чтобы защищать эту долю, Газпрому придется снизить цены на газ. И это, конечно, ударит по их доходам и тем самым ударит по экономическим интересам как бы российских обывателей, потому что Газпром... Зато для европейских потребителей это будет означать более низкие цены. Да, да, это абсолютно точно. Хорошо, но вот сейчас буквально на дворе выборы в Германии, да, и понятно, что эти санкции наверняка тоже как-то повлияют на ситуацию перед выборами. Как они отразятся конкретно на немецких предприятиях, на немецкой экономике? Ну, значит, я вчера говорил с одной энергетической компанией немецкой, Юнипер. Они, значит, участвуют в этом проекте в Северном потоке-2. Они являются одним из тех пяти компаний европейских, которые финансируют строительство Северного потока наполовину, значит, на почти 5 миллиардов евро. И, значит, они уже готовились к этому, готовились к этому проекту. И вот вдруг эти санкции. Значит, они очень, как бы, очень обижены. Значит, они хотят... Их, значит, шеф сказал, что он не хочет быть игрушкой в руках, значит, экономических интересов США. И, значит, они считают, что, как Габриэл, что это просто удар по европейской энергетическому сектору. А быть игрушкой в руках политических интересов России их не смущает? Ну, они, как бы, они это отрицают, конечно. Они говорят, что это чисто экономический проект. И, значит, но есть, как вы сказали, значит, очень сильное подозрение в Восточной Европе, что это, как бы, что это политический проект, и что Германии нечего, как бы, участвовать в этом. Но это действительно может быть сейчас большой... Это может быть темой в предвыборной кампании. Я был вчера на мероприятии АФД, и это безумно интересно, насколько, значит, они сейчас на стороне России. Значит, они поддерживают Россию, они против санкций, они против политики Меркель по поводу России. И, значит, когда их руководители, их партийные кандидаты, значит, говорили об этом, говорили о том, что они, как бы, хорошо относятся к России, хотят, вот, хотят, значит, изменить политику Германии в отношении России, были просто бешеные аплодисменты. Так что, я считаю, что есть, что можно действительно этим воспользоваться. Если ты немецкий политик, ты можешь этим, этой картой воспользоваться. Большое спасибо за то, что прояснили ситуацию. Это был Гай Чайзан. Всего доброго. До следующих встреч. Спасибо, Гай. До свидания.